место будем искать с большим обзором как на эхо чтобы у нас была низина по кустам и большой простор такой огромный небо светлое будет там будет миграция там пойдет птица лететь здесь сентября крапивника будем ловить вот именно здесь где я его брал раньше отсюда идет на меня к северу всего на север шел я вот так и переграждал и ловил места такие интересные эти низины нас интересуют для к соловья красношейки о чем я говорил так если смотреть склона гор эта птица тут хорошо перемещается леса нет болотники к везде кустарники он хорошо будет перемещаться если внимательно посмотреть вот болота горки болота березняк сосняк березняк низкий мелкий и так если на весь обзор глянуть вот то есть птица двигается табунами как и ночью так и рано утром хороший для них это место самое то кормовое тут машка рима тут очень много будет лететь мухоловок хотя я уже их ловил во взор многое не ношу это лишнее от такого плана самое то вот тоже классное место кусарничек а еще плеч что чё-то щучка поди уже вечер вот такое место блять это тут любит красношейечка двигаться это не какой-то там лес вот это его место большой прозор если тут крикнуть тут эхо охренительно но мы кричать не будем мы это место пробивали уже знаем вот как то так речки русла заболоченки канавы это его затопе таки это но время 19 47 мы место выбрали куст 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 то есть сюда десятка нет пятнашечка также самое отличное эффективное 15 длина 2 и 8 высота хорошие карманы глубокие потихоньку попадается стою на красношейку уехал на сутки с утра как до утра 1 красношейка залетел посмотрим чё хоть будем стоять до темна потом спать потом обратно ловить но такой слойчишка попался это первый такой сбоку если так притянуть к сети это сети все видят а если так с лица бомба карман отличный будем выпутывать ну и ждать птицу дальше за место естественно расскажу так как уже показывал вот большой прозор вот тут птица идет всегда большая посадка огромная посадка вот это для красношейки кустарничек в общем уже начало цветать расскажу два вида какие есть пролеты вот если посмотреть по погоде тумана нет да вообще но это ладно это нормально потому что красношейки так себя ведут все зависит от погоды погода гонит прохлада и такие как сказать паузу них есть два-три дня ночью прохладно было надвинулась ее там вот я ходил поймал получается первый выход на двух местах один раз шесть на одном месте и 7 красношеек в итоге 13 штук из них получается три самца 10 самых самых отпустил два самца оставил 1 отпустил молодого но то вот такой вот нюанс но было холодно туманище стояла в этом пространстве но на второй день поехал то есть вечера на утро получается я поймал шесть штук четыре самки два самца самец они ничего 4 самки самцом я отпустил молодые а потом хоп и пошло вверх потепление то есть ночью тепло вот с той футболки почти 20 тумана нет птица вечером вечером особо не активно шевелилась это первое особенно это видно по первым проходным это кто у нас идет как правило попадается грифоски обыкновенные вот их много попадается обычно значит будет ход ну в общем поставился сегодня ночь переночевал одну красную шейку взял и сейчас еще одну взял но это дело случая тут действительно вот как будет ли если же хоть одна проходить если правильно паутина установлена ты поймаешь и будет результат но вот начинается предраслетное время ближе к пол пятого птица начинает двигаться обычно до красно шеек попадается зарянка варакушка там ночью попадается в ночь также попадается там черноголовка барсучки вот камышок это такое более активное но этого не было это говорит о том что все значит борода сто процентов а после когда уже вот так светло и начинает попадаться уже другая птица то есть ну чё в основном пеночка попадается там камышовка когда-никогда но это уже не не предрассветное это уже по рассвету птица вот ясно как бы уже пошло дело да это птица уже по-другому идет но если же утром предрассветное время вот такая нулевая активность но это потепление это нормально птица тормознется вот уже если посмотреть на кусты ночью-то влетела посмотреть на кусты понятно все птица пошевели не ошибка но нас пошевелилась но вот так бывает еще бывает чем интерес по красношейке сейчас жара стоит днем вечером я ездил по местам смотрел места подготавлял места значит где были болота сухо я ради интереса ставил для эксперимента по две паутины еще чуть попалась там вот как раз вам и кадры будут значит на тех местах пусто но так как жара стоит у тепло не то что там жара но тепло птица там не идет там во-первых кормовой базы нет во вторых туманного нет покрова когда туман птица шевелится активно то есть в матовом таком цвете это никакое там блять молоко кто-то там вот эту хуйню несет это все вранье вот именно в предрассветные часы но эти часы до сентября идут от 20 минут примерно с августа 20 числа и до 15 ну скажем сентября на пеночка слава богу сама по себе вылетела ящейка покрупнее как надо для красношейки самое то в общем чё как сказать и вот это вот добавление цвета самого времени увеличивается темнота и в этот период красношейка более активничает но эта активность уже не будет такая многочисленная но будет точками там выпадет там выпадет а вот как начало двигаться ее много было действительно да ну принципе за ночь я считаю что 13 штук поймать вот на двух местах и хотя разница была в 300 метров где-то но тем не менее выхватил да худо-бедно там пару забрал остальные на выпуск но тем не менее вот ну попробуем дальше будем ловить по поводу вот этого вот так сказать но утреннего просвета в продолжении надо но стоять ждать но уже можно сниматься уже 5 25 то есть уже пора по тапкам как врезать красношейки сто пудов не будет потому что если 5 25 это будет ближе к числа 5 сентября но сейчас вот уже слышал летят крошки и самое интересное то что вот расцветает уже крошка двигается вот такие вот дела это попалась а садовая славочка влетела ну и танчик попала еще посмотрим на рифоса что сидит отличная ячейка пеночка выходит слава богу не нравится сидишь действительно блять ветра были и стоит четко ничего охуительная сеть я ничего не скажу охуительная бери да лови ну и все конечно же будем ловить на нее ну вот как то так дальше еще чуть-чуть добавлю по поводу того вот когда человек выезжает ну как сказать который начинает красношейку ловить и попадает в теплую погоду ну как назло он попадает в то время когда красношейка не двигается он поехал поставился на местах все ну вот ну пиздец по любому должен поймать он не поймал он просто не попал в этот так сказать проход вот и все потому что стоит тепло тепло очень сильно влияет на особенно на соловьев так как они тоже не последний уходят вот пересмешку даже как она идет при первых изменениях она уже снимается и потихоньку уходит но ее я уже рассказывал как у нее пролет незаметный но при этом активный так же самое у красношейка у них есть какая волна интересная они могут лететь ночью я ловил два там пол третьего пол второго после двенадцати даже ловил но конечно же естественно зависит от таких просторов мест вот от такого все зависит от этого это в чем связано и чем это во первых это такая местность где птица идет на спуск по лесу она не будет идти низом спускаться она будет идти вот на на снижение где это пространство ей позволяет и таким методом можно ее поймать то есть если где-то найдет лесом она естественно идет высоко в лесу стоит темнота обратно что-то вскочила сети бултыхается вот в лесу стоит темнота и естественно если вот этого просвета нет птица не идет на снижение птица начинается двигаться вот как начинается уже сдали смотришь какие-то точки ну как сказать рассветное такое отразение отражение как зеркало идет вот в это время птица начинается уже двигаться не надо там выдумывать вот эту хуйню всякую то вот в туман блять там ой блять в молоко вот эту сказку блять кто не ловил красношейку регулярно активно тут за него вообще не то что он значил не знает блять он ее там ловил когда никогда почему так бывает потому что когда найдет массово она везде с первой волной простреливает а когда уже она идет на проход определенная на восток югный восток идет в азию вот получается она уже направление выбирает и она идет строго строго по направлению по своей дороге но у нее есть углы я на вот реально идет идет в раз и сворачивает в какое-то другое направление маршрут и дальше гребет можно стоять 200 метров от нее нихера вообще не поймать вообще не поймать я такие места видал потому что у меня скажем здесь стояла полутина там за 300 метров стояла я там блять наловлял тут вообще ничего не попадалось это нормальный факт тут ничего такого нет как бы тяжелого там кто-то вякал картавый так этот блять картавый то знает столько сколько ты в душе не ебешь блять он обратно попнул мелочи что попадается мелкая птичка хотя ловит ловит успешно радует то что пеночка 15 метров сетка сейчас стоит сука я и радость поставил для хлоп-хоп-хоп карманчики все сейчас поднабьется что-то выпущу да хрен с ним ловит и ловит но вот такая вот ситуация красношейки это действительно птица зависимости от погоды она вообще идет как в стабильность прохлада она активная потом смотришь ее мало стало но ее надо успевать подловить не сказать что она на урале очень такая массовая вообще это нет конечно но тем не менее поймать можно я считаю что ленивый только эту птицу не поймает просто-напросто хотя ее поймать можно всегда мы будем дальше вести обзор то есть сутки прошли две красношейки взяли ну вот такая хрень но тем не менее я считаю что те места которые я выследил посмотрел понаблюдал кое-что для себя изъял кое-что на обзор кинул я считаю что это плюс в ловле я обычно себе не задачу блять обратно да что ты висит вот и чему я это все виду если тепло стоит все естественно знать что красношейка двигается вечером и рано утром если тепло стоит не надо себя особо напрягать прохлада встанет на более активно будет а вот первый ход когда у меня был красношейка скажем три дня назад их было ну как они более активны были но тут чем было преимущество то что паутина высокая и кусты можно еще побольше поставить ну так как место нормально скидное тут пространство она идет пониже если же брать где-то дальше ловить деревья побольше то тогда надо и паутину повыше ставить почему когда в темноту приходит красношейка он не идет сюда он начинает просто переметаться по верхам вы если он держится это плюс а если нет он сразу уберет подматывается и съебуется если он попадает в такое время когда уже светать начинает он может рюкнуться но если начинает перемахать светки как с куста на кустом куда-то тогда спокойно можно паутину повыше у димы и дмитрий охотника этого если повыше паутины ну все вопросы по этой части звоните на ватсап на телефон вот как-то так приобретайте снасти да действительно хорошие ну я не знаю кто как ловит я ей всего и я считаю что это нормально по красношейке запомните если птица перемещается долго темноту пришла то действительно паутину надо повыше чтобы ее поймать верхом поймать а не ждать пока расцветет это неизвестно будет расцветет расцветет однозначно он пожалуйста видите как вот так она и ловит ремес кстати ли чё это такое ага . для заскочили дворины за сами один ремес а молодой и второй ремес без прыгника а там озеро вот и шли и заскочили два штучки вот такая вам паутинная сеть хуяк и птичка здесь ну таких ремесов это в ревье дурачок ловит ему в подарок оставить такой сирятину блять вот я достал ремесов и батьки стрелять кто их брать будет кстати у молодых самцов как таковой галстук одни там кто-то трепал блять сказки а его толком и не бывает ожерелье этого галстук там для теремизов и без галстука ловил это молодой самец стопроцентной даже гадать нехуй бабки не ходить пожалуйста вот а вот постарше ремесок на тоже блять да самец постарше белое пятно она видно но неплохой да нахуй нужен блять я их успею еще наловить вот такие вот ребята дела хорошее нормально подобранное место можно кое-что и самому без прикрыта стоял на красношейку кстати вот пол шестого и попались они два летели с этого с болота и хуяки в сети а крошка вот уже летит я сейчас снимал их выпутывал крошки летят крошки вообще море блять летит но я попозже буду ловить я такое ловить даже не буду это позорище блять они да на прикле даже не пойдут но такие дела ну и так скромно обыденно обычно тематически вот всем всего хорошего и пока до скорых встреч обзоры будут но работы много но постараюсь так как у меня еще отправками надо заниматься ну всем всего хорошего